Кто дал название главному городу Приморья Владивостоку? Какой государственной наградой был награжден Приморский край? Если вы знаете ответы на эти вопросы, то у вас есть шанс сдать тест по истории Приморья. Проверьте себя. Название Владивостоку дал граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский, а государственная награда, которой был награжден Приморский край, это Орден Ленина. Ответили правильно? Не спешите радоваться, ведь в тесте еще 18 непростых заданий. И артемовские школьники со студентами подтвердят, что не все оказалось так легко, как они ожидали. Некоторые вопросы были вообще непонятны. Вот, к примеру, вот один из вопросов. Одно из романов Приморского края писателя Ульяна Басаргина. Я книги вообще не читаю. Как я на него должен ответить? Ну, как я на него должен ответить? Ну, серьезно. Но остальные вопросы так, как бы, нормальные. Вот только вот есть претензии к первому и ко второму вопросу. Вот как я должен знать будущее столицы Приморья? Это что, вот мы сейчас голосуем за будущее столицы Приморья? Так получается. Евгений не любит читать. Это объясняет, почему у него возникли затруднения на вопросе по литературе. Однако самое интересное, что именно на этом задании застопорились и другие студенты. Вопросы были, в принципе, легкие, потому что нам все это на парах рассказывали, объясняли. Мы уже год отучились и, в принципе, ничего незнакомого не было. Ну, а были какие-то вопросы, которые все-таки затруднения вызвали? Да, были. Самый первый вопрос про нашего земляка, который написал произведение, и я вот не могла ответить, потому что я не знала его произведений. Абсолютно все вопросы были легкие. Был один только затруднительный вопрос. Какой? Первый. Про нашего земляка, который написал произведение. И все. Загадочное произведение, которое написал приморский писатель Иван Ульянович Басаргин – это роман «В горах Тигровых». И у артемовских студентов теперь есть хороший шанс поближе познакомиться с творчеством этого замечательного автора. Скажите, пожалуйста, сколько вам уже удалось проверить работ? Я уже проверила три работы и хочу сказать, что уровень современных школьников по знаниям о Приморском крае, мне кажется, соответствует их возрасту. И я думаю, что они будут совершенствовать свои знания и в дальнейшем будут набирать больше баллов. Я думаю, что такие договоры, как айгунский, пекинский, должны изучать в школе и знать. Потому что я проверила и не знаю дети, даже когда образовался Приморский край, и не знают основные договоры. Я думаю, что это основные знания, которые они должны знать. Итог таков. Из 593 человек разных возрастов, написавших тест в Артеме, примерно 50% не смогли ответить на вопросы по истории Приморского края. Так что можно с уверенностью сказать, что инициатива Законодательного собрания Приморского края провести подобный тест не только получила широкий отклик среди населения, но и стала отличным поводом задуматься о том, чтобы повторить историю родного края. Александра Селиверстова, Денис Болтов и Светлана Нурик. Городские новости.